Добрый вечер, дорогие друзья! Это телеканал Абакан-24. И прямо сейчас у нас стартует вечерний эфир. Меня зовут Надежда Савельева. В течение получаса будем с вами обсуждать актуальные темы. Сегодня в гостях у нас очаровательная гость Алена Юрьевна Лепехина, заведующая поликлиникой Республиканской детской клинической больницы. Конечно же, будем говорить про детей и не только. Здравствуйте, Алена Юрьевна. Спасибо, что пришли к нам сегодня. В этот вечерний час. И встретились мы в этот летний жаркий день. Ну, так скажем, неспроста будем говорить в том числе и о жаре, о том, как она отражается на детях. И вообще о лете, о том, какие опасности подстерегают у нас детей в это время года. Ну и также про режим дня, в том числе и питьевой. Друзья, 22-41-18. Это телефон нашей студии. Если будут вопросы, звоните, успевайте. До восьми вечера мы с вами. Алена Юрьевна, хотелось бы начать с такого, думаю, актуального на сегодняшний день вопроса. То есть все-таки с какими проблемами летом чаще всего сталкиваются у нас дети и их родители. Ну и про жару какие-то хочется моменты обсудить. То есть правила для родителей младенцев и для детей постарше. То есть в жару что нужно соблюдать, какой должен быть уход, какие рекомендации. В том числе именно когда дети очень маленькие, младенцы, ну и до года, то родители где-то затрудняются, как, что лучше. Вот хочется такие вот рекомендации, да, актуальные на сегодняшний день. Да. Лето – чудесная пора. На самом деле, сколько оно нам приносит радости, столько оно нам может принести и проблемы. На самом деле, то, что то, чего мы ждем, это тепла и солнышко, то на самом деле и самое опасное, скажем так, для детей и является. То, что мы можем не замечать, что нужно прежде всего. Во-первых, маленькие дети. Безопасность – это, про что мы говорим, про питьевой режим. Действительно, детям нужно употреблять больше жидкости. Это первоочередное. Да, ну, сейчас я про детей, поэтому будем говорить про детей. Для детей, вот, для родителей, ну, такое краткое напустие – 60-80 мл на килограмм. Но это плюс с едой вместе, то есть меньше не должно быть. Затем, время посещения солнца, летних прогулок. То есть нужно вообще помнить самое простое правило. С 11 до 4 часов мы не ходим с детьми загорать, гулять, потому что это самое, скажем так, жаркое время, когда очень трудно избежать. Потому что в этом случае мы же говорим не только про солнечный удар. Есть и тепловой удар. То есть солнечный – это непосредственно, когда дети на пляже и солнце, последствия – это обжигают детям кожу, да, ожоги солнечные никто не отменял. И перегрев. А есть тепловой – это когда в душном помещении, когда тепло сильно, когда нет кондиционера, когда нет никакого проветривания, ребенок перегревается. И для того, чтобы исключить перегрев, мы как раз-таки тепловой вот этот режим. То есть если есть дома кондиционер, то кондиционер мы включаем, если вентиляторы есть, пользуемся. Но про кондиционер, скажем так, тоже есть. Если в помещении есть кондиционер, мы не включаем его сразу на 17-16 градусов. То есть мы начинаем медленно убавлять температуру, ну, комфортно. То есть нельзя прийти в помещение в раскаленное, сделать 17 и думать, сейчас будет хорошо, так делать нельзя. Особенно, когда в помещении есть дети. Как лучше с температурным режимом? Ну, вот на 2 градуса уменьшать, хотя бы там 15 минут посидели, уменьшили. Ну, конечно, полчаса это было бы оптимально. Но так как нам действительно, я понимаю, мы заходим, нам жарко, нам тошно, нам душно, ну, хотя бы 15 минут. Чтобы не было зеркало. Сделали там 28, подождали 15 минут, 26, 24, 22. Для скольки надо максимально снизить ребенку в какой комфортности? Ну, что, ребенку комфортно 22, 24, то есть это для ребенка считается, ну, как бы комфортно. Мы понимаем, конечно, что когда мы с улицы заходим где 33, 34, нам 26, 24 пока что тоже не сильно комфортно. Нам, наверное, в 16 будет хорошо. Но так делать нельзя. От этого вот и происходит эта битва все время. Закройте окно, выключите кондиционер, у него дует. Потом еще простой право. Детей нужно одевать соответствующе. Мы выбираем натуральные ткани, хлопок, лен. Мы не одеваем обтягивающие вещи, то есть это не должно быть что-то такое плотное, прилегающее. Должно быть свободная одежда, хлопочная бумажная. Так не будет никаких опрелости, и воздух будет свободно циркулировать, ребенок не будет потеть. Лишняя влага будет одеждой впитываться, а не оставаться на ребенке. То есть теплообмен будет хороший. Плюс для мамочек с маленькими детьми. Все-таки я понимаю, что черная коляска – это стильно, это круто, но это лето. Это то, что притянет, это солнце, и он сварится в этой коляске. Выбирайте светлые тона. Особенно, ну мы же все знаем, когда у нас срок деторождения, мы же понимаем, что да, мы с этим ребенком будем летом активно гулять. Приобретайте коляски светлых тонов на лето, если вы активно любите погулять. И в коляску не нужно накладывать вот этих… Ну, так как мы в поликлинике работаем, ты выходишь и часто замечаешь, что в коляске там напихно, вот даже сейчас, какие-то одеяло, теплые, нетеплые. Зачем? То есть он у вас точно не замерзнет в эту погоду, вот вообще никак. Поэтому положили какую-то байковую пеленочку, муслиновую, сейчас какие-то замечательные тонкие пеленочки. Никаких одеял не должно быть в коляске и накрывать коляской, думая, что он там продует его. В 33 градуса очень трудно продует ребенка на улице, на самом деле. У меня тогда такой встречный вопрос. Первая помощь, ну так вкратце, если это тепловой и если это солнечный. Смотрите, первым делом нужно понимать, что происходит. То есть на маленьком ребенке, когда совсем маленький, который не умеет говорить, мы должны заметить отсутствие аппетита, вялость, он сонный. Или наоборот, ребенок кричит бесперерывно, при этом ничего там у него, никаких видимых нет. То есть это вот первое, на что мы обращаем внимание. Кожа сухая, это плохо. То есть человек должен потеть. Так должно быть. То есть у нас идет теплообмен. Плюс иногда поднимается, чаще всего поднимается высокая температура, головная боль, тошнота. Вот это все признаки могут быть не только ОРЗ. Это может быть тепловой удар. Если мы покупались где-то, погуляли и долго провели время на улице, первым делом нужно подумать, что мы, наверное, не ОРЗ все-таки, а, наверное, мы перегрелись. Первая помощь, самая простая, это прохладное помещение, уйти от солнца, уйти от вот этого тепла, положить холод на голову, на шею, на сгибы рук. То есть это там, где проходит крупный кровеносный сосуд для того, чтобы уменьшить температуру и дать пить. Холод, что более оптимальное, это может быть прохладная тряпочка, да? Да, да, намочить что-то и положить. То есть непонятно, кусок чего-то замороженного, льда, нет, не нужно, так делать не нужно. То есть положили, если ребёнок маленький, на животик можно положить, ну не прям холодно, значит, там прохладно, и питьевой режим. Если у ребёнка большого там болит голова, и он об этом говорит, у меня болит голова, значит, нужно дать таблетку обезболивающую. То есть тут лечение симптоматическое, то есть устранить все вот эти перегрев и недостаток воды. А когда необходимо уже обращаться в больницу? Наверное, когда мы не справились, когда мы понимаем, что температура у нас вообще не проходит. Да, да, у ребёнка активно идёт тошнота, то есть ещё потеря дополнительно влаги идёт, рвота, да, это дегидратация. И так мы, скажем, нам плохо, не хватает жидкости в организме, а если ещё и рвота, то это дополнительная потеря жидкости, нам нужно, наверное, уже обратиться, если уже рвота там 3-4 раза, конечно, нужно. Ну и плюс сильная головная боль. Или, наоборот, ребёнок вялый, ребёнок в сопоре, или он вообще не ориентируется в пространстве. То есть, ну, случаи бывают разные. Ну, а если уже ожог на коже, ну, как правило, слава богу, у нас в педиатрии всё-таки за детьми родители как-то более-менее следят. Поэтому пантенол, препараты, то есть, наверное, они у всех на слуху, у всех в ходу. И использовать нужно СПФ, нужно использовать защитные крема для детей. К сожалению, не все приучены к СПФ. А вот детям сколько, 30-50? 30 достаточно. Потому что, мы должны понимать, ребёнку не нужен загар. То есть, мы его просто защищаем. Они так больше у нас на улице находятся, и так загорелы у нас. А в каком случае мы наносим СПФ, если мы пошли на пляж, если знаем, что ребёнок долгое время проведёт? В воде надо каждые 2 часа, то есть, хотя бы наносить заново. То есть, если ребёнок купается, вытеряется полотенцем, если в один раз намазать, так не пойдёт. Обновлять. Нужно обновлять, всё время обновлять. То есть, если он вытерся, там, тем более обновили всё. В принципе, проблемные места мы знаем. Вот у нас плечики. И рекомендую панамочки одевать. Почему панамочки? Потому что ушки тоже нужно защищать. И шею, и вот здесь. То есть, в кепках вот часто ушки обгорают у ребятишек. А в панамках и нос, и щёки, и уши, и шеи. Ну, вот что касается головных уборов, это тоже ещё такая важная тема, да? Что не забывать детям напоминать, чтобы головы приглядели от солнышка. Скажите, ну, если ожог, пантенол, ещё какие? Ну, всё, больше ничего. Далее, если уже видишь, что... Если нет никаких пузырей и тому подобное, пузыри мы сами дома не вскрываем, да. То есть, это будет лёгкий какой-то, ну, красная кожа, отёк. Ну, отёк такой местный бывает, как при загаре, скажем так, интенсивно. Достаточно вот препаратов, содержащих пантенол. Что касается отдыха, давайте поговорим про купание на водоёмах. Сейчас жара, все активно купаются и в будни, и в выходные, ездят на озёра, в том числе дети. Вот, правила купания, да, на водоёмах, вот именно с детьми, напомнить взрослым, напомнить детям. Ну, и вообще в экстренных ситуациях, как себя, кому вести. Самое простое правило, у нас ребёнок, скажем так, на расстоянии вытянутой руки должен находиться. Мы не оставляем детей на попечение, там, старшего брата, старшей сестры, там, бабушки и вообще каких-то посторонних людей. То есть, родители должны быть, вот, ребёнок вот здесь на воде, мы находимся здесь, мы не загораем с пляжа, не смотрим за ними. Вместе заходы, желательно, если пошли, то вместе купаемся. Мы купаемся в положенных местах, там, где проверили, мы не купаемся в неизвестных водоёмах. Если мы приходим, допустим, на водоём, и он как-то странно пахнет, и что-то в нём плавает, наверное, не стоит в нём купаться. Там, где большое скопление людей, ну, прям, иногда видишь, что там, я не знаю, как там муравейник, действительно, в воде. Ну, наверное, стоит как-то подумать, надо ли нам туда с ребёнком, что ребёнок может затеряться. Может кто-то там, не знаю, кругом его этим матрасом толкнуть. То есть, и когда на ребёнка одеваете, да, какой-то круг, это не значит, что он от всего защищён. Ребёнок может соскользнуть, особенно в толпе, вот в зоне отдыха. То есть, там такой движ, скажем так, из всех вот этих, я не знаю, как назвать, водоплавающих приспособлений для детей. Поэтому с ними тоже нужно быть очень аккуратными. Они должны быть по размеру, а не какой-то большой круг, и маленький ребёнок счастливый на нём плавает, довольный. То есть, всё должно быть, соответственно, возрасту, размеру. И потом, про первую помощь вы имеете в виду, про, если вдруг что-то... Ну, вообще, и детям тоже, да, родители как должны, какие рекомендации давать, вообще отпускать. Мы в воду не ныряем с головой. Нужно очень аккуратно нырять, детям объяснять. Мосты у нас, да, в зоне отдыха? Да, да. Прыжки с моста запрещены. Страшные, чудесные картины, какие смелые. У нас дети прыгают в воду с размаху. Конечно, так делать нельзя, это страшно, потому что они же не смотрят, они не рассчитывают. Тут же кто-то там выплыл, тут же кто-то ещё плывёт. То есть, ныряние – это вообще такая опасная штука в неположенных местах, с неположного места, скажем так. У нас же, на самом деле, очень мало мест, где можно нырять. Наверное, я даже вот таких не знаю, на самом деле, где можно нырять. За детьми смотрим. Если вдруг вы видите, что ваш ребёнок как-то странно на воде ведёт себя, то есть там, ну вот, скажем так, как понять, что начинается, то есть ребёнок тонет. Знаете, это не бывает, как в фильмах, на самом деле. Это неправда, что там спасите, помогите, руками все машут. Такого не бывает. Если человек тонет, он тонет молча. Почему люди и тонут? Потому что у человека нет сил для того, чтобы кричать и воздуха. То есть, скажем так, это видно как. То есть человек не может… Над водой руками никто вот так вот не барахтает, как в фильмах для красоты делать. То есть там ты рук практически не видишь, там что-то над водой еле хлюпается. То есть когда тихо, вот это и должно тебя напрягать, когда твой ребёнок купается. Или голова, когда она запрокинута, и там видно вот только чуть-чуть рот, лицо скрыто. То есть голова как бы в вертикальном таком положении, что-то там как-то подхлюпывает. То есть это и есть вот такие, скажем так, неочевидные признаки, что человек тонет. Плюс если вы видите, что у ребёнка там что-то там волосы на голове, всё спутано, и он там никаких звуков при этом не сдаёт, а вы там его зовёте, тогда нужно, мне кажется, уже на помощь, наверное, приходить ребёнку. И когда вы не только там ребёнок и вообще взрослые хотите оказать помощь, первым делом нужно помнить, что вы сначала смотрите кто и громко кричите, и что человек тонет. То есть это нужно первым делом сказать, показать, где, и потом вызываете скорую помощь, потому что, скорее всего, она понадобится. И тот, кто может спасать, тот и спасает. Если вы маленький худенький ребёночек, вы не кидаетесь спасать взрослого человека. Плюс всегда же есть опасность, когда человек тонет в воде. Почему МЧС говорит, что нужно сзади подходить к человеку со стороны спины? Потому что когда человек тонет, он интуитивно, инстинктивно будет за вас хвататься. Действительно, он может и вас за собой потянуть, утонуть, и вы его поднять не сможете. Поэтому нужно всегда подплывать сзади и хватает их уже за подмышки. Знаете, у МЧС есть куча чудесных роликов, как схватить, перехватить, вытащить, за что, как плыть и тому подобное. Ну, думаю, покупания достаточно. У нас времени не так много. Осталось чуть более 15 минут. У нас также в тёплое время года наступает активность клещей. Не только клещей. Что делать, если обнаружили на детях клещей? То есть выезжаем на природу, и такое тоже может случиться. Ну, паниковать, опять же, не стоит, не все они носят заболевания, но, тем не менее, нужно быть на очеку. Да, мы боимся у клещей не самого их укуса, а то, что они являются переносчиками разных тяжёлых заболеваний, которые инвалидизируют. Если вы обнаружили у ребёнка клеща или у кого-либо, вы его можете удалить, вы его удалили, вы его не выкидываете. Первое правило, клеща мы не выкидываем, и мы его не топим в воде, не убиваем, в чём-то там ещё, не давим, не поджигаем, не изгаляемся над бедным насекомым. То есть мы его кладём во что-то сухое, не знаю, в коробок, в что-нибудь, в какую-то ёмкость, где сухо. То есть клещ должен быть более-менее живой, сухой, на самом деле, для того, чтобы его обследовать и понять, нужны ли будут те мероприятия, которые потом будет доктор проводить. То есть нам нужен клещ, на самом деле, расследовать. Он может быть даже мёртвый, но он не должен быть утопленный в чём-либо, скажем так. Клеща удаляем и едем. Ну вот как у детей у нас делается, они приезжают в поликлинику в рабочие дни, в рабочее время, а в, скажем так, в ночное время, в выходные дни они приезжают в стационар. Мы уточняем приювочный анамнез, привит ли ребёнок. Если он приедет, это чудесно, замечательно, мы как бы выдыхаем, и всё хорошо, но клеща всё равно обследуем. Чтобы зафиксировать случай, в сводочку его тоже отправить. Не только в сводочку, мы должны понимать, чего можем ждать. Прививка – это же хорошо, замечательно, но мы за ребёнком должны наблюдать и следить. И если требуется, то мы проводим антибиотикопрофилактику. То есть, а так мы ждём результатов от клеща. Если он чистый, замечательный, хороший клещ, случайно за вас зацепился, то как бы просто наблюдаем потом за ребёнком, чтобы не было инсыпи, не было температуры, не было увеличения лимфоозов. То есть, наблюдаем. Но если ребёнок не привит, тогда мы ставим на глобулин, назначаем антибиотикопрофилактику для того, чтобы исключить и баралиоз, и энцефалит. Сколько времени наблюдения? Что там, две недели больше? Нет, достаточно там, грубо говоря, недели. Если что-то будет, то оно будет. То есть, у нас для того, чтобы следовать клеща, 72 часа. Если вас укусили, вы должны в течение 72 часов дойти до доктора, так или иначе. Если укусил не клещ, а какое-то другое животное, собака и так далее, такие ситуации тоже бывают? У нас бездомные собаки, кстати, у нас часто вращаются с укусами. И домашние, между прочим, тоже кусают. Расскажите, как вообще, с какими серьёзными травмами бывают, обращаются? Бывают, конечно. В ходе чего это получено? То есть, вот сейчас как бы важно понять, да, как это? Скорее, это любознательность детей наших. Не от того, что они что-то там хотели сделать с собакой. Хотели поиграться, проверить. Они хотели посмотреть, а чего они там делают. Как-то поконтактировать с собакой. Собака не так их тоже поняла. Часто же ребятишки не понимают, что там собака что-то роется. Пойдём, а мы посмотрим. У неё там еда, не знаю, что-то ещё. То есть, домашние часто кусают. То есть, когда какая-то неадекватная реакция, ну, вдруг случается. И всё, и ребёнок укушен. Всё зависит, скажем так, от характера повреждений. Если уж прям совсем, то они, конечно, в травматологический пункт. И в хирургию обращаются. То есть, наша тактика – это постановка антирабической вакцины и обработка, соответственно, раны. То есть, если какая-то рана имеется, мы её обрабатываем, ухаживаем за ней, лечим ребёночка. И дополнительно ставим антирабическую сыворотку. Бешенство? Обратиться нужно как можно быстрее сразу же. Конечно, лучше первые сутки. И там получается не раз, да, а по схеме. Там схема, да, длительная схема. В течение, скажем так, полугода будете частенько приходить. В летний период также у нас часто происходят травмы и переломы. Дети очень активные. Это очень много спортивных игр. Где-то они на площадках, бегают, играют. Самокаты, велосипеды. Самокаты, турники, бывает такое, падают, кувыркаются, девочки какие-то трюки показывают и так далее. Вот здесь куда обращаться необходимо, как себя вести. То есть мы обращаемся в травмпункты, вот общий наш, единый для взрослых и для детей. Как в таких случаях? Первую помощь оказывают они, то есть они обследуют, делают рентген. Там есть врач-травматолог-ортопед, который, скажем так, занимается костями и травмами. И загипсует, и сделает всё, что нужно. А затем они наблюдаются у нас в поликлинике. То есть нужно обращаться с травмами, с переломами. Часто у нас сейчас в летний период? В этом очень часто. Как только наступает пара велосипедов, самокатов и тому подобное, травмы увеличиваются в геометрической прогрессии. Хотя и зимой это плюшки, санки, ещё клещи. У детей всегда есть травматизм, к сожалению, потому что они очень активные, живенькие, познают мир. Мне хотелось бы вернуться к летнему режиму. Мы по питьевому поговорили, но немножко так сменим тему. По режиму питания, то есть как лучше детей в летний период кормить. Они, ну, немногие, но всё равно, так же, как взрослые, меньше хотят есть в жару. Бывает, вообще отказываются. Поиграли, прибежали, там, морсик попили, водичку попили и дальше побежали. Ну, не допросишься. Это правильно. Вот расскажите, надо ли заставлять. И если ребёнок отказывается есть, что важно ему всё-таки в течение дня, чем его накормить? Смотрите, заставлять детей кушать это вообще нельзя. Не педагогично и ни к чему хорошему не приводят. И вот, кстати, когда кладём порцию и заставляем доедать, то тоже плохо. Ну, просто как бы тот момент, что дети привыкают не доедать, тоже вот как-то знаете. У всех есть свои пищевые привычки, так или иначе. Все мы люди разные. Заставлять ребёнка прям кушать, заставлять и доедать, этого делать не нужно. Это неправильно, да. В летний режим, скажем так, и взрослым, и детям очень тяжело употреблять и переваривать тяжёлую пищу. То есть это жирная, это плотный какой-нибудь там обед с мясом, первое, второе и компот. Так делать действительно не нужно. Во-первых, организму тяжело, жарко, душно. Перенесите основной приём пищи плотный, с мясом, с белком. То есть вода, это хорошо, это нам нужно, но нам нужен белок для того, чтобы осуществлять как-то свою деятельность, играть и тому подобное, и на работу ходить, в принципе. Поэтому основной тогда приём пищи нужно перенести на вечернее время. Или наоборот взрослым, и также и детям утром плотно позавтракать. То есть тогда, когда нет жары, тогда, когда вот нет вот этого ощущения, скажем так, душноты. Поэтому плотно позавтракайте, а обед наоборот, то есть что-то лёгкое съесть. Какие-то молочные продукты, фрукты. Сейчас в период, когда у нас август, так вообще уже половина фруктов и овощей созрели, поэтому нужно на них налегать. Утром плотно поесть, на ужин плотно покушать, того будет достаточно. Тем более дети сейчас в школу не ходят, в основном много кружков не посещают, все отдыхают. То есть прямо сказать, что нужно активно питаться, наверное, нет. То есть сил мы так много уже и не тратим. То есть у нас летний режим, режим отдыха пока что. Но уже август начинается вот-вот. Не забываем про режим. Да, скоро нужно будет входить в режим сна. Ну давайте, в принципе, плавно перейдём к этому вопросу. То есть во время каникул, соответственно, режим сна сбивается, во-первых. И дома дети поздно уже, позднее ложатся спать. В загородных лагерях тоже у них такой режим, там пока дискотеки все пройдут, после 10. Пока укладутся, да. Да, они часов в 11, да, ложатся спать. То есть с какого времени надо начинать ребёнка готовить уже к школе? Уже в сентябре детки наши пойдут, а август уже вот на днях наступает. То есть как вы считаете это время рационально? Так вот сейчас и нужно начинать для того, чтобы правильно это сделать. Не нужно за неделю до 1 сентября сказать, всё, мы сегодня ложимся в 10 и встаём в 7. Так делать не нужно. Это тяжело. Вот у нас сейчас как раз есть чудесный месяц для того, чтобы плавно перейти. Самое основное, действительно вы правильно говорите, это режим сна. Это самое тяжёлое для детей и для взрослых, это вставать и ложиться. Тогда, когда нам вроде как и не хочется. То есть сейчас вы можете плавно, вы можете уже там, даже если как там в 10, в 11 лечь, как на полчаса пораньше ребёнка поднять, чем обычно. И затем там за неделю вы практически до 1 сентября, там вы уже войдёте, можете там в 10 вложить ребёнка в 7, пол седьмого, не знаю, кто как встаёт. Уже будите его. То есть вот этот месяц для раскачки, он вообще чудесно подойдёт. Сейчас начнут более-менее какие-то секции, наверное, возвращаться у детей. Поэтому уже мы там на учёбу не ходим, уже на секцию, да, сходили. Уже немножко в режим входим. Потому что если вы с 1 сентября его в школу с утра отвели, потом резко на два кружка и всю неделю, это же вообще стресс. Это стресс для ребёнка. Поэтому сейчас на какой-то кружок, да, уже без учёбы походили. Потом, когда в сентябре будут и учёбы, и кружки, и секции, будет гораздо проще в режим дня войти даже. Не то, что уже сна. Режим дня же тоже никто не отменял. То есть это же сложно сидеть на месте ребёнка, какие-то знания. Почитаете какую-то лёгкую книжку, там, раз в неделю чего-нибудь. Разминаете, скажем так, мозги потихоньку перед школой, для того, чтобы у ребёнка стресса не было. Что, боже мой, 5 уроков, 7 уроков. А бедные старшеклассники, у которых ЕГЭ на носу, это же вообще, то есть, ну, стресс для людей. Поэтому потихоньку входим, начинаем заниматься с вами повседневной рутиной. Ну, это мы обсудили последний вопрос. Вернёмся к тому, что ещё планировалось. Вот у нас в летний период, да, есть такая проблема – это окна. Москитные сетки, да. Окна – это очень большая, страшная проблема. У нас в городе, в том числе, были такие случаи, да, что выпадали дети. Вот что вы можете, как доктор, сказать, посоветовать, порекомендовать родителям, да. Окна и балконы должны быть закрыты на самом деле. Если они будут открытыми, значит, там должны быть замки. И замки должны быть хорошего качества, которые специальны для окон, они самодельные. Они, когда у некоторых имеются, знаете, которые на шкафы ставят, ставят на окна, ну, типа вроде как подешевле и попроще обращение. Это неправильно. Ни одна москитная сетка ни одного ребёнка не спасёт. А там за окном вообще столько всего интересного летом. И ребятишки кричат, что-то я сейчас выгляну, посмотрю, что там происходит. Это же быть не должно. Должно быть закрыто окно, либо оно должно быть замком, чтобы ребёнок ни в коем случае туда не полез. Потому что в летний период действительно это период, когда взрослые-то на работу так и ходят. То есть дети очень часто остаются одни. На самом деле сами там себе предоставлены как-то и развлекаются. Поэтому окна должны быть закрыты на замке даже у взрослых. Ну, как взрослые там. 9-10 лет вроде как и взрослые, этих детей дома одних оставляют. Но на самом деле ответственности у них ноль на самом деле. Ну, вообще встречаются такие случаи, когда дети постарше именно, ну, так скажем, выпадают. Или какие-то трагедии. Ну, скажем так, чаще всего это дети до школьного возраста, там до 7, скажем так, лет. И, как правило, это всё со смертельным исходом. Поэтому защищаем окна, смотрим за своими детьми, не оставляем их где-то там. Если у вас есть манеж чудесный, посадили, что-то там вышли, сделали, потом обратно ребёнка взяли. Не оставляйте детей одних с открытыми окнами и балконами. Да, у меня, знаете, такой встречный вопрос сразу. Знаю, что часто обращаются родители маленьких детей. Дети же всё у нас любят в рот совать, всё изучают и часто заглатывают. Либо монеты, ещё что-то. Батарейки. И в нос себе потом, ну, то есть вот здесь какие рекомендации можете дать, и что чаще всего у нас получается в таком доступе, получается, что у вас доктора чаще всего извлекают. Ну, вы знаете, у моего ребёнка доставали жвачку из носа, гранат, еду. Как такое происходило? Причём, знаете, так интересно, сначала одну засунула, вот, гранат, горошинку, я его вытащила быстренько. Проходит 15 минут, там вторая уже, то есть она, ей было очень интересно. Что будет происходить? Они не делают это просто потому, что им интересно, не что-то там, это еда часто достаём, лего, батарейки, монетки. Глотают, да, например, потом по рентгену обнаруживается всё, всё что угодно, да? Что здесь, какие рекомендации ещё раз с родителем? Да, нужно, чтобы этих вещей не было в доступе на самом деле, потому что, когда батарейку заглотил, конечно, надо идти уже в больницу, потому что батарейка, это вообще очень опасно, потому что они окисляются, и её содержимое, оно вообще токсично и крайне небезопасно для человека. А также, как и монетки, они прилипают к стенке, к слизистым окисляются, происходит перфорация, ничего хорошего за этим не следует, поэтому никаких мелких денег батареек не должно быть в доступе, да и вообще мелких предметов. Не знаю, считать их, что ли. Надо просто смотреть, как ещё. Никто не застрахован от этого, но если с вами такое случилось, нужно обращаться. Препараты тоже бывают, да, что дети у нас добираются до таблеток. Да, к сожалению. Но вроде как стараемся, родители куда-то подальше, повыше. С лекарствами, как-то, знаете, ситуация более-менее, потому что всё равно лекарства... Где-то в одном месте всё хранится. Они же всегда в одном месте, и как-то родители вот к ним бережно относятся, где-то они там далеко спрятаны, закрыты, чтобы не испортились, что-то там ещё. А вот батарейки в карманах где-то там... А потому что и в игрушках, и везде это всё. Вот ещё уксус, да, сейчас время заготовок, да, и у нас оно более в свободном доступе, где-то забыли, где-то оставили. Обычно повыше, подальше. А вот, ну, бывают, да, что... Конечно, случаются. Это очень опасно. Это, как правило, не знаю, раз в год, наверное, такое случается. К сожалению, это не проходит бесследно, попробовать уксус, скажем так, на вкус. Поэтому, действительно, заготовки делать надо без детей. Либо очень-очень осторожно убирать. Тут же добавили, тут же всё убрали высоко, чтобы не было ребёнка никакого интереса, что-то посмотреть, попробовать это на вкус. Действительно, родителям летом нужно быть вот прям во все глаза смотреть за ребёнком. Особенно, если вы с ним дома что-то делаете. Ну, а вообще, бывает, что, ну, благополучно, там, после, там, что там, промывания, что там, если уксус... Смотрите, уксус же разный тоже бывает. У нас есть яблочный, есть 70-процентный. 70-процентный – это всегда будет ожог жёсткий. Тут никак. В 9-процентный, наверное, если быстро-быстро всё сделать, если он не успеёт глотануть только во рту, будет такой ожог. Но если 70-процентного, это будет ожог. Удивительно, что они такую невкусную в рот тянут почему-то. Хотя запах-то сразу открываешь, сразу ед. Очень часто они ещё бытовую химию любят. А, да, вообще-то, да. То есть бытовая химия... Ну, вот она более в свободном доступе. Вот, вот и я про то, что особенно интересны эти капсулы, разноцветные, весёлые, вообще их сильно привлекают. Поэтому вот надо всё вот это интересное, красивое. И капсулы, они обычно в каких-то ярких коробочках, что-то там интересное, оно ещё так закрыто. У нас эфирное время подошло к концу. Алена Юрьевна, спасибо, что пришли к нам, друзья. Вечерний эфир завершается. Далее у вас будет возможность задать вопросы первому заму главы города. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok